Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РНТВ продолжает новости «Анапа-Регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Артефакт налицо. Уникальная находка обнаружилась во время реконструкции старейшего санатория-курорта. В память о тех, кто не вернулся, сегодня анапчане вспоминали жертв войны в Афганистане. Раздельное обучение и чередование умственных и физических нагрузок. Директора школ обсудили внедрение прогрессивных образовательных технологий. Зима вновь порадовала анапчан снегом, а коммунальщикам добавила работы. Впрочем, все службы города к снегопаду были готовы. Уже ночью начались работы по ликвидации последствий осадков. С полшестого утра около сотни сотрудников предприятия «Чистая Анапа» приводят город в порядок, расчищают улицы и тротуар от снега. Все пешеходные зоны посыпаются песко-соляной смесью. Противоскользящим материалом обрабатываются и проезжие части города. С этой задачей справились три единицы техники. Также на дорогах работали и снегубурочные машины. «Трудностей не было никаких. Мы были готовы, потому что вчера нас предупредили, что будет начнется ночью снегопад. Машины вышли работать в 9 часов вечера. Они уже были готовы к тому, что машины были заправлены песко-соляной смесью. Бригады приступили к очистке в 10 часов вечера уже города». По прогнозам синоптиков, минусовая температура продержится до конца недели. Однако обильных осадков больше не ожидается. И к другим темам. Анапчане сегодня пришли в сквер боевой славы, чтобы почтить память тех, кто не вернулся, как говорили тогда из-за речки, подразумевая Амударью и ее приток Пяндж. По этим рекам проходила граница между СССР и Афганистаном. 28 лет назад советские войска покинули соседнюю страну. На митинге глава города Сергей Сергеев призвал не обсуждать политику, а почтить память погибших во всех конфликтах. Митинги на афганской стороне, затем на советской. Войска покидали сопредельное государство торжественным маршем. О том, как это было, сегодня вспоминали в Анапе. «Вывод войск для нас – это очень памятное событие. Что значит после длительного пробывания за границей, боевого пребывания, вернуться к себе на родину, встретить семьи?» 12 анапчан не вернулись домой. Среди них пилот вертолета Юрий Веремеенко. Он вез домой 11 солдат и офицеров. В горах машину сбили самонаводящиеся ракеты американского производства. «Афганская война все дальше уходит в прошлое, но она не закончится для тех, кто ее прошел, и для близких и родных погибших». Память павших почти лиминутой молчания, причем павших во всех конфликтах, которые участники мероприятия назвали «войнами в мирное время», когда где-то сражаются солдаты, чтобы война не пришла на родину. «Афганская из таких она шла, но в мирно живущей стране об этом публично не говорили». «Время идет, мы видим новые уроки истории на примере Сирии, и с годами мы понимаем, что тот подвиг, он становится более значимый и весомый». Глава города Сергей Сергеев призвал отодвинуть политику на второй план, а просто вспомнить тех, кто честно выполнял свой долг, и не только в Афганистане, конфликтах, из которых жители страны извлекли важные уроки. «Сегодня мы построили самое главное. У нас есть мир и согласие на территории нашей любимой страны. Да, у нас разные политические взгляды, разное мировоззрение, но я с удовлетворением могу отметить то, что мы не враги друг у друга. И мы за столом переговоров, на улицах, путем общения находим компромиссные, иногда тяжелые решения тех проблем, которые нас окружают». «Мы благодарны руководству города и депутатскому корпусу, что планируются эти мероприятия, и глава издает специальное свои постановление проводить эти мероприятия. Он правильно сказал, это нужно живым, чтобы из поколения в поколение передавать наше наследие, мужество наших людей, силу русского оружия». Можно сказать, что воины-интернационалисты до сих пор в строю и активно участвуют в жизни города-курорта, работают в правоохранительных органах, помогают воспитывать молодежь. Имя Будзинского самым тесным образом связано с остановлением курорта Анапа. И хотя и до него многие передовые умы понимали, что за Анапой будущее связанное со здоровлением, однако именно Будзинскому удалось создать необходимую инфраструктуру для использования в лечебно-профилактических целях имеющиеся природно-климатические лечебные ресурсы. Каждый анапчанин знает об исторической значимости этого имени, но не все уже помнят, в каком именно месте этот уникальный доктор начинал практиковать знаменитые анапские воды грязи лечения. При реконструкции одного из корпусов вековой постройки санатория «Маяк» обнажилась надпись, фотография которой молниеносно разлетелась в социальных сетях и с каждым днем набирает популярность. Восхищаться есть чем. Перед нами первая санатория Будзинского, и находится она на территории санатория «Маяк». Историческая надпись по фронтону здания обнажилась во время ремонтных работ, когда слой за слоем снимали многолетнюю побелку. А еще сразу стало очевидным, что в самом сердце курортной набережной появился очень характерный для прошлого столетия пример архитектурного изящества и гармоничности. Проявился под побелкой рукописный портрет создателя санатории. Генеральный директор современной здравницы успокоила, уникальность этого сооружения будет бережно сохранена. Когда мы принимали решение, что же с ним сделать, и сквозь этот большой слой извести просвечивались эти кирпичи, мы решили, что давайте попробуем, вот объем маленький кусочек, что там под ним, насколько, в каком хорошем состоянии остался этот кирпич, сможем ли мы вернуть ему первоначальный вид, чтобы люди, которые здесь гуляют, чтобы они вдохновлялись той историей, которая дышит это место. Попробовали, получилось. Эффект, ну, вы сами видите, шикарный. Хорошо, когда руководители сама в восторге от того, что возвращают городу историческую ценность, ведь этот участок купил сам Будзинский в кредит, сознавая значимость места на высоком морском берегу. Где-то здесь начинаются знаменитые подземные ходы турецкой крепости Анапы. Поговаривали, что именно ее находки помогли владельцу построить роскошное здание санатории и водо-грязи лечебницу. Впрочем, это легенда. А вот на фотографии вековой давности – реальность того времени. Где отображено это здание, и здание лечебницы непосредственно, есть, можно прям определить эту надпись, которая и есть. Вот можно посмотреть саженцами, вот эти вековые деревья, которые сейчас уже стоят и просто огромные. Ну, как вот, мне кажется, мечта любого человека был деревянный мезонин. Вот здесь вот его очень хорошо видно, вот на этой фотографии. И есть более ранние еще фотографии, где прям на фоне этого мезонина фотографировался доктор Будзинский и дамы в таких шикарных белых платьях в пол. Вот. Поскольку все-таки здание 1900 года постройки, а может быть, даже и раньше, конечно, у него есть проблемы, которые нужно решить. Так вот, когда мы разобрали этот мезонин, который, ну, естественно, деревянный, он уже не мог служить, оказалось, что там есть трещина, который каким-то образом нужно обязательно стянуть. Поэтому принято решение мезонин сохранить в том же виде. Единственное, что, возможно, он будет не полностью деревянный, а частично железный, потому что, ну, это просто вызвано тем, чтобы сохранить само здание. Есть в этих вековых деревьях, тенистых аллеях парка, просторном холле и шикарных окнах в мавританском стиле, в которых всегда кусочек моря, необыкновенный шарм. Желание видеть хоть уголок той милой Анапы, когда начиналось ее санаторное будущее, огромного анапчан. И оно вполне оправдано. История Анапы богата и интересна. В Анапе один свой рабочий день провел вице-губернатор Кубани Сергей Усенко. Вместе с главой города-курорта Сергеем Сергеевым краевой руководитель провел совещание, посвященное анализу проблем курортных территорий и подготовке к сезону 2017. Тема совещания, которое прошло под совместным председательством вице-губернатора Кубани Сергея Усенко и главы Анапы Сергея Сергеева, посвящено итогам прошлогоднего сезона, а также ключевым направлениям в подготовке к сезону 2017. Туристический поток на курорты Краснодарского края значительно вырос. За последние три года на 14%. В 2016 году Кубань приняла 15,8 миллиона отдыхающих. По нашей информации, только в Анапе в прошлом году отдохнуло чуть меньше 4 миллионов человек. Опять же, этот показатель вырос на 19% по сравнению с данными 2015 года. И по нашим данным, средняя загрузка в Анапе 77%. Вот честно скажу, мне кажется, что цифра эта очень и очень высока. Вместе с тем, летний сезон 2016 года выявил ряд проблем, характерных для всех курортных территорий. Среди самых распространенных – неудовлетворительное содержание пляжных территорий, прокат маломерных судов и плавательных средств, ограничение свободного доступа на пляжные территории, некачественная организация общественного питания и вывоз ТБО. Вопрос не новый, вопрос комплексный. Вопрос зависит не только и не столько от курортной отрасли и не только от органов местного самоуправления. Он прежде всего замыкается у нас на схему, которую должен утвердить регион и на тех региональных операторов, которые должны работать. Но, к сожалению, пока эта проблема остается актуальной и часто в соцсетях, отдыхающие именно на этом заостряют свое внимание. Большая часть жалоб пришлась на проблемы коммунальных сетей, перебои в электро- и водоснабжении. В части ограничения инженерно-инфраструктуры эта ситуация присуща для всех территорий. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что в данном направлении она появляется, наверное, лидером в крае по участию в рамках федеральной целевой программы и включенной мероприятий региональной программы по созданию перескоп-кластера. В этом году уже завершается строительство объектов водоотведения, водоснабжения. Но останавливаться на достигнутом не стоит. И, конечно, при перераспределении средств, которые возможны по экономии во втором полугодии, муниципальному образованию необходимо тоже иметь проекты по инженерной инфраструктуре, в том числе по свету, по воде и по водоотведению. Дискуссии разгорались при обсуждении взаимоотношений водопользователей и правообладателей земельных участков на прибрежной территории. Сегодня АУКСО на аренду участков акватории Черного моря проводит Кубанское бассейновое водное управление. Нередко выигрывает люд, далекий от санаторно-курортной сферы. У здравниц возникают проблемы. Да, конечно, это проблема есть. Пляж принадлежит один, а вода принадлежит другим. И нам нужно предложить воду, я тоже подпряж не пускаю сюда. Глава АНАПы считает, участки акватории предоставляются в аренду для рекреационных целей. Техзоны должны располагаться на расстоянии 100 метров от берега и не препятствовать купанию людей. Деятельность санаториев вообще должна быть в приоритете. Надо быть из законодательной инициативы, чтобы приоритет при рассмотрении, может быть, не аукционно конкурс проводить, и приоритет, чтобы отдавался тем, кто является землепользователем пляжной территории. Резолюция прошедшего совещания в АНАПе включит в себя основные направления, по которым будут работать все ведомства и службы, заинтересованные в обеспечении безопасного комфортного отдыха, создании конкурентоспособного и качественного туристического продукта. Учиться как Пушкин. Директора анапских школ обсудили методику раздельного обучения, а также познакомились с прогрессивными образовательными технологиями, например, когда ребенку не нужно проводить весь урок, сидя за партой, даже если это математика. Найдите произведение 3 и 8. Произведение 3 и 8. Изучение, умножение совмещают с разминкой. Правильный ответ нужно еще найти на стене. Таким образом, дети на уроках двигаются. В этом классе только девочки. Раздельное обучение до 8 класса. Специальная методика разработана отечественными учеными. Помимо того, что у мальчишек и девчонок свои клубы по интересам, девочки до определенного момента обгоняют мальчиков в развитии. Они более усидчивы. Те, в свою очередь, получают удары по самолюбию, что вредно для будущих мужчин. Дело в том, что так учились наши Пушкин, Лермонтов. Они стояли за конторками. Они учились в мужских гимназиях, а девушки в институтах для благородных девиц и так далее. То есть все просто возвращается на круги своя, но уже с современными требованиями и современными технологиями. На семинар в гимназию «Эврика» пригласили учителей из школ города-курорта. Им показали, как проходят занятия. Это третий класс, но уже для мальчиков. Ребята изучают деление, также в динамике. Половину урока ученики проводят стоя, половину сидя. Выделяется время для несложных физических упражнений. Фонарики вон те, вон тот турник, мат. Сергей показывает, чего пока нет в других школах. Сам он живет в субсехе. Для того, чтобы добраться до гимназии, ему нужно вставать раньше, чем многим. Но он считает, что оно того стоит. Нравится решать задачи, нравится решать контрольные, получать оценки. Педагоги гимназии поясняют, разнообразие методик позволяет детям лучше запоминать материал. Алексей Аксенов учится здесь с первого класса. Усваивается намного легче материал. Мы не чувствовали себя загруженными учебой. Мы могли общаться между собой на этих минутах, на этих перерывов во время уроков. И мы чувствовали себя не так загруженными. Алексей считает, что раздельное обучение позволяет лучше концентрироваться. Его сверстники отмечают, такая методика четко разделяет учебу и общение. При этом своевременное объединение классов дает дополнительный стимул. Я стал более готовиться к урокам, чтобы не показать себя сходчей стороны, а показать самую лучшую сторону. На уроках мы сидели без мальчиков, но в каких-то отдельных внешкольных мероприятиях мы общались, и нам это раздельное обучение не мешало никак общаться. Здесь же класс, где мальчики и девочки учатся совместно. Его сформировали по просьбе родителей. Специалисты подчеркивают, свои наработки есть у каждой школы. Идеальных методик не существует, а любая из них работает, если есть желание учиться. Она поприсоединилась к Международному дню дарения книг. Вот уже три года этот праздник отмечается 14 февраля. Он призван вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие книги, тем самым прививать любовь к чтению. В Центральной библиотеке прошла акция «Дар души бескорыстной». В ней приняли участие ребята из школы номер 6 и представители детского общественного объединения. Волонтерский отряд «Горящие сердца». Они пополнили книжный фонд библиотеки новыми экземплярами. Встреча получилась интересной и познавательной. Для школьников провели виртуальную экскурсию по знаменитым библиотекам страны и мира. Также рассказали об истории праздника и книгах, которые в разные времена всегда были и остаются верными спутниками человека. Вся история человечества связана с книгами и библиотеками. Но, ребята, это совсем неспокойная история. Книги за книги сражались, книги сжигали, книги теряли, откапывали в руинах занесенных городов, древних городов, спасали их от вражеских нашествий. В библиотеках города постоянно проходит акция «Хорошие книги в добрые руки», благодаря которой анапские книжные дома постоянно пополняются новыми экземплярами. Библиотекари говорят, что сделать доброе дело и заодно поддержать чтение может каждый. Достаточно принести книгу в ближайшую библиотеку и знать, что она попадет в надежные руки книголюба. Сильнейшие юноши 13 и 14 лет со всей Кубани приехали в Анапу на региональный турнир по боксу. Победители отправятся на первенство Южного федерального округа. Площадкой стал пустующий ночной клуб на набережной города. Александр Смирнов из Сочи. Юноша одержал победу в одном из первых боев. Боксом молодой человек занимается два года. Выиграл городской турнир на родине и говорит, что не намерен останавливаться на достигнутом. Соперник был хороший, и поэтому я чуть-чуть нервничался. Точнее, нервничал, а потом собрался и стал слушать тренера. В первый день турнира на ринг вышли 35 пар. В семи боях участвовали анапские спортсмены. Победам анапчан положил начало воспитанник третьей детско-юношеской спортивной школы Антон Миссиюк. Специалисты отмечают, что в Краснодарском крае одна из самых сильных боксерских школ. В том числе и у юношей 13-14 лет, которые вышли на ринг. Среди участников есть победители первенства России и Европы. Всего в соревнованиях примут участие 204 боксера. 19 из них – анапские спортсмены из первой, третьей и шестой спортивных школ. Под площадку оборудовали пустующее помещение, где раньше располагался ночной клуб. На этой площадке это мероприятие проходит в первый раз, и поэтому огромное спасибо всем, кто в этом принимал участие. Это федерация бокса города-курорта Анапа. По лицам присутствующих видно, что всем нравится. Здесь светло, уютно, торжественно. Очень хорошо. Состязания будут проходить до 19 февраля. Отбор происходит по олимпийской системе, на выбывание. По итогам турнира сформируют команду Краснодарского края для участия в первенстве Южного федерального округа, а после и в первенстве России. Далее информация от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Также партнер программы новости – медицинский центр «Страна по океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте «Анапа-регион.ру». А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. «Анапа-океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова